Человек и грядущий мир на знаме, цена, свет плеча Твоя, когда мне, мы же им свет неприступный, и исправи стопы нашей, где луню заповедей Твоих, молитвами пречистия Своей Матери всех святых Твоих. Аминь. Страны воеводи, победительная, ярою сбавшихся облых, благодашимая, воскресуем терапит Твоей, Богородице, нояко и вущая державу непобедимую, от всяких нас безвободи до заменти, радуйся, невеста, не невеста. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше! Слава Тебе! Слава Твою Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благое Свои! Господи, Бог наш, молитвим предчистость, Матери святых славных и святых апостолов, преподобных богоносных, Отец наших и всех святых, помилуй и спасет нас, всяко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Небольшой отрывок из беседы святителя Иоанна Затаустова. Питать душу Словом Божиим. Отсюда научимся и мы предпочитать всему слушание божественного поучения и никакого времени не будем считать для того неудобным. Хотя бы нужно было войти в чужой дом, хотя бы тебе, незнакомому, надлежало познакомиться со знатными людьми, хотя бы и несвоевременно или в какое-либо ни было время, никогда не будем упускать такого приобретения. Пища, вечери, бани и прочие житейские дела пусть имеют определенное для себя время. Изучение же горнего любомудрия не должно иметь никаких определенных часов. Ему должно принадлежать всякое время. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещавай со всяким долготерпением и назиданием. Говорит апостол Павел к Тимофею, второе послание, четвертая глава. И пророк говорит, о законе его размышляет он день и ночь. Первый псалом. Моисей повелел иудеям делать то во всякое время. Ныне же время мы проводим в пустом и вздорном суесловии. Сходимся для того и на рассвете, и поутру, и в полдень, и вечер, даже назначаем для того особые места. А божественные догматы слушая, однажды или дважды в седмицу, мы тяготимся и устаем. Отчего? От того, что худо располагаем в свою душу, мы вовсе уничтожаем в ней охоту и ревность к таким предметам. Потому в нас нет и стремления к духовной пище, кроме других признаков болезни. Сильно доказывает ее и то, когда не хочется ни есть, ни пить, а к тому и другому чувствуем отвращение. Если же это, когда случается в теле, служит признаком тяжкого недуга и производит ослабление, то тем более тогда случается и в душе. Как же нам укрепить ее, падшую, изнемогшую? Какими делами, какими словами? Обратимся к словам божественным, пророческим, апостольским и всем другим. Тогда мы узнаем, что гораздо лучше питаться этими словами, чем нечистыми снедями. Так надо бы назвать безвременное сходбище и разглагольствование. Аминь. Аминь. Они все говорят.